Доброго времени суток! И отборных игр, отборных коллективов уже на квалификации, соответственно, на LAN, где и пойдет основной интересный ивент. Безусловно, это так. Посражаются за 3 миллиона рублей, если я правильно перевожу цифры. Ну, и если еще ничего не изменится во всех возможных, скажем так, соотношений валют. Но, друзья, это все неважно, потому что сегодня у нас Yellowsmarine против DX сражаются против команды, которая прошла вообще через открытые квалификации. И, как говорит Double D, ребята там дикие. Просто сразу всех вот так вот, все, кошмар, там ничего не сделать. И неудивительно, что коэффициенты даже 2,0 на Yellowsmarine. Парни-то знают, они прочекали, куда на кого ставить и посмотрели ту игру вчерашнюю, где Best of 1 просто без шансов уничтожили. То есть мы, можно сказать, фавориты данных квалификаций команды DX. Шутки шутками, но, может быть, так оно и будет. Но, друзья, перед тем, как переключаться непосредственно уже в лобби, мы хотим вам в очередной раз напомнить о прекрасной возможности быть на волне всех трендов и пользоваться новой криптовалютой SkinCoin, для которой вы уже на всех своих удобных, скажем так, сервисах можете делать и обмены по, скажем так, приятным для вас условиям без комиссии, вводить все денежки, ставить на комфортные матчи. То есть самое главное, что это тренд, а значит все будет развиваться, множиться, и сайтов, которые сотрудничают с данными криптовалютами, будет все больше и больше. Садитесь на волну, все ваши скины, предметы переводите, и при этом это вложение, потому что курс-то криптовалюты растет вне зависимости от того, как ваш ДК-хук поднялся или упал. Действительно, ну и посмотрим, что же нам продемонстрируют коллективы в плане героев. Вот мы видим, что, да, коэффициент прям на Yellow Submarine все выше и выше. И, возможно, у вас есть шанс, поскольку первая игра, не факт, что DX смогут справиться, и у вас есть превосходная возможность, используя сайт MakeMyBet, который вы видели и в описании, и надо мной висел, где есть возможность прямо-таки после пиков в режиме лайва, тем более благодаря промокоду UCC у вас есть 7 евро при бет на бесплатные ставки. Это вообще прекраснейшая возможность, просто вот хороший вечер, хорошее настроение, ничем не рискуя, на какой-нибудь вкусный, сочный коэффициент забросить и, возможно, скажем так, увеличить в разы. Ну а пока у нас ВИЧ Доктор Некрофос Найт Сталкер от Yellow Submarine, DX отвечает Бэйном Спиритбрейкером, который сегодня уже себя показывал не с самой лучшей стороны, и Darkseer также появился в пике сил тьмы. Осталось 5 секунд. Ну, DX пока что решили не раскрывать свои коварные планы, и видно, видно, что Yellow Submarine смотрели. Они убрали морфас сразу же, просто моментально, потому что там было страшное дело. Парень просто приходил на третьей минуте, давал вам стан на 3 секунды, как бы, и вы умирали, как правило, после этого. И здесь мы этого, к сожалению, не увидим. Тот самый случай, когда вы готовитесь к коллективу, о котором еще не так много информации, не так много статистики, и вам лучше даже не придумывать какой-то велосипед, а просто убрать то, чем они добились результата, вот пройти в эти самые квалификации в групповой этап. Да, ну это стандартный пик для Монзе. Опять-таки, Джаггернаут у него был очень хорош. Здесь он без сюрпризов обошелся. Посмотрим, кого они себе на ласт пик заберут. Очень интересно будет посмотреть. Ну и Yellow Submarine сейчас нужно будет как-то воевать с этим всем. И это не очень приятно, что тут слип, тут разгон, тут Blade Fury. Я чувствую, что мы уже, скажем так, условно, естественно, не договаривались, поделились. Ты у нас будешь от DX полностью представить вот это молодое направление. А мне вот все-таки хочется, чтобы подводная лодка Yellow Submarine немножко поднялась вот с того места, где она находилась на протяжении последнего, наверное, года. Мне очень жалко было, когда этот коллектив пропал с просценом, вот из активного участия в турнире, что-то все не ладилось. И, возможно, в новом сезоне, наконец-то, поднимут перископ, скажем так, и пойдут по направлению к победам. Готовились страты к минорам, очевидно, не палили. Тем более миноров сейчас много, готовиться можно круглый год, и эта отмазка работает еще лучше. Именно поэтому здесь они совершенно полноправно могут занять сейчас выгодную для себя позицию, выиграть и WC, и последующие другие чемпионаты, которых действительно сейчас просто выше крыши, и благодаря этому вернуть былое величие. Ну, безусловно, вот эта новая система мне лично нравится, потому что огромное количество турниров. Вся эта система подразумевает то, что у команд, которые раньше на любом крупном турнире столкнулись бы с противниками на 2, а то и 3 головы выше их по уровню исполнения, сейчас реально появляются шансы. Потому что не все коллективы, естественно, будут участвовать во всех турнирах, но это говорилось уже миллион раз, по-моему. Ну и что? Иоса Маринсбират еще и Дума. Очень хороший хардлейнер сейчас появляется для коллектива, которого также мы, в принципе, видели. Не на открытых квалификациях, кто их смотрел, и, в принципе, на других турнирах тоже периодически появляется этот замечательный герой. Ну и теперь будет определенная сложность у того же Бэйна, допустим, в схватках, или любого другого, кого выберет этот самый Дум. Безусловно, тут своевременно поймать того же самого Дарксира тоже будет приятно. И плюс мы помним, что в DX еще не появился мидер, по крайней мере, если расстановка по лайнам будет стандартная. То есть Бэйн прекрасно помогает на легкой линии на старте. У него хорошие статы, он может погодять там оффлейнеров, в принципе. Если суппорт вражеский подойдет, также выступит небольшой стенкой по здоровью и хп, по здоровью, конечно же, и броне. Но вот кто будет в мид-линии играть, это большой вопрос. Сейчас над ним и мучается Елл Сан Марин, выбирая бан последний сбой. Без профит у нас периодически появляется в последнее время. У нас это ты уже как менеджер команды DX говоришь или что? Как менеджер турнира WCA, я уже говорил. Неплохо, неплохо поднимаешься. Ну а что, нужно времени-то не терять, пока сидели, ждали появления этого долгожданного действительно турнира. Так что, да, занял позицию, убрали вайпера. Все-таки решили, что он опаснее и себе сейчас сами забирают Квинну в пейн. Обрекая себя на не самую выгодную позицию в этом плане, но посмотрим, к чему это приведет. Воевать сурки вообще нечем. Вот только я хотел об этом и сказать, что ребята полностью рассчитывают на комбинацию, на проказ. Да, безусловно, и Квинну в пейн в минуте на 50-е начинает вносить дэмэдж просто за счет статов, за счет артефактов, которые тебе статы дают. И тогда, да, у тебя там тычка под 200, анимация атаки приятная. Но это не тот показатель, которого ты ждешь на 40-х, 50-х минутах от своего дэмэдж-дилера, физического дэмэдж-дилера, естественно. Да, поэтому определенные сложности у Йоу Сабмарин возникнут, и им предстоит не сладко. Тем более против Джиггернаута, который в один момент просто к вам придет и будет ломать вам все на своем пути. И поддержку ему будут оказывать вся его команда, естественно. Но вот Дарксвир там стенку поставит, да, и сейчас Death Profit заберут, очевидно. Очевидно? Не очевидно, появляется Мирана, но при этом выборы-то также очень и очень интересны от команды Икс, и вполне вероятно, что у Йоу Сабмарин возникнут проблемы. Потому что Йоу Сабмарин, безусловно, сильны вот минуту с 15-й, если до этой 15-й минуты был комфортный фарм у Крафоса, у дома, у Квиннов Пейн, хотя бы у двух из этих трех позиций. Ну посмотрим, как это все будет, конечно, складываться. Очень опасный маунт у нас есть уже у Мирана, и с этим шутки плохи. Ладно, здесь сейчас основная проблема, как начинать. Команде Йоу Сабмарин, понятно, ДХ, они с разгонами могут попытаться как-то придумать, а у Йоу Сабмарин, у них до первой ночи вообще особо аутов никаких нет. Они не будут торопиться, то есть их задача, по крайней мере, как видится мне сейчас, это Квиннов Пейн стоит, ну, в принципе, комфортно, если там вражеские суппорты начнут действовать прям как-то сверх меры великолепно. Некрофосу нужно подфармить, и когда они обеспечат себе стартовое количество артефактов, поднимутся немного по левелу, они просто соберутся в могучую кучку и пойдут давить, вот просто в пятером товара, потому что Некрофос — это тот самый персонаж, которого, если вы не убили за первые две секунды драки, лучше его вообще было не трогать, он все восстановит по кафе. Ну, в этом есть преимущество, потому что можно на очень долгие станы поймать. Но пока мы представим все-таки коллективы, начиная с команды, конечно же, DX. Вот так вот и просто... DX, я подставляю всех, кого можно. Да, подставил, хорошо, хорошо. Итак, Огрызок у нас играет за Спиритбрейкера, Соник будет исполнять роль Дарксира, Скандал будет выступать в роли Мираны в мид-линии, Монза — небезызвестный на Джиггернаута, ну и Дарк на Бейне. Ну, непосредственно команда Yellow Submarine, это у нас на Вич Докторе будет играть Вервиан, непосредственно Мэджикл садится на Квинну в Пейнт Зара, он же подзаунас тут подписался, будет играть на Некрофосе. Кимус будет исполнять на Найт Сталкере, дожидается первой ночи, и там уже идет веселиться. Ну и Ханса завершает драфт на Думе. Опасные позиции заняли для себя сейчас коллектив DX. Не боятся они, что их поймают, поставили себе в арт и побежали уже. Уже бежит Спиритбрейкер, хочет кого-то поймать. Просто на кого он все-таки взял разгон и будут ли там добивать. Да, но на Найт Сталкера это проблема. У нас есть Блэйд Фьюри и... Не так мало брони, 5 единиц, поэтому так легко его физическим дэмэджем не прибить. Тут нужна хорошая комбинашка. Правда, он еще и под читком Тарксирует, действительно много дэмэджа. Нашан! Нашан говорит, подождите, я тоже вложусь в стартовый удар, но все-таки Ким тут должен спасаться. Но, тем не менее, его очень сильно пробили, и этого уже там дальше второй разгон, кстати, пошел. Но Ким неплохо сыграл, успел развернуться, выдать войд, тем самым остановил этот самый разгон и пока что живет. Но уходит на базу, увеличится, теряет кучу времени. Просто, опять же, мы обращаем внимание, действительно, на состояние того же самого Найт Сталкера после всей этой драки. У него нет абсолютно никаких ресурсов, он тратит драгоценные секунды. Вот эти первые 4 минуты до первой ночи для Найт Сталкера очень важны, чтобы он максимально в комфортной форме подошел к первой охоте своей. Ну и пока у него все, конечно же, грустно. Кто приобретает себе смоки на всякий случай, если вдруг что, будет интересное. Но посмотрим. Пока еще рано о чем-либо говорить, ему нужно приходить в мид, там что-нибудь помогать, потому что пока у Мэджикова будут очень неприятности большие. Если он еще стрелу словит, там вообще лучше не соваться. Но, опять же, я сомневаюсь, что Квин оф Пейнт тут сильно будет подставляться. Дарксир на боте, у него ситуация будет более чем стандартная, даже если его будут пробивать по ХП щитки, и ты свои деньги выводишь 100% вариантов случаев. У него еще и 6 танга, и фласка есть, ему можно на базу не уходить в ближайшие пару лет. Очевидно. Ну, а тем временем у нас все-таки подбежал Ким, есть Войт. Но какое продолжение-то у нас будет, потому что тут прибегает Спирит Брейкер и готовый воевать в ответ. Будет ли стрела от Мираны, но тем временем все-таки Зара пробивает первую кровь на Сонике, пока мы смотрели на мид-линию, и Агрезы-то может, кстати, сейчас и погибнуть. Да, он погибнет. Назначит Кмин Фейн прыгать дальше, и просто уже два фрага Йелл Смарин смогли сделать более чем хороший для них старт. При том, что агрессия, можно сказать, была Тая ДХ. То есть Спирит Брейкер мог отменить разбег, находясь под Х1. Он побежал там уже на самый краешек. Тормоза для слабаков еще со времен Need for Speed известно, поэтому... Просто по стеночке вот это вот такое виртуально-реально создало, ты поворачиваешь. Очевидно было, что Спирит Брейкер тормозить не собирается, но поплатился за это до конца прям прошел. К сожалению, конец этот был его смерти. И пока у Йелл Смарин действительно вот такой старт более чем позитивен, потому что они тут еще и Огрызка продолжают догонять. Полетели Касочки, Касочки еще и рикошетят по таврам. Да, не очень сильно, но Огрызку невероятно больная. Еще и под Маледиктом тикает, буквально один удар нанести. И кажется, что Огрызок-то должен дотикать. Остается буквально 18 хп, и он спасается. У него есть телепорт, тянется танго. И не пошел Зара до конца. Это спасение для четвертой позиции ТХ. Тем временем нас первыми начать было не добили, но вот этот самый чуть-чуть и спасал. Еще и подхилл подошел от Аникрофса, и поэтому большие проблемы теперь могут у Соника. Кого нужно отсюда никуда не выйдет, ему деревья придется проедать, чтобы спастись. Но деревьев слишком много, и танка может не хватить. Нет, все-таки добрался, но его сейчас можно просто и прорезать. А тут возвращается уже спиритбрейкер, я погляжу. Но опять же, хп мало остается, фокуса не хватило, но жив-здоров. Вот это хорошее количество брони на старте. Спиритбрейкер не забирается, останавливается вновь. Опять тормоза нет, смотри, смотри. Видимо, что там рука дрогнула, или кто-то в соседнем кресле сказал, типа, остановись. Сам нажал, знаешь, когда вот это учится водить, и еще одна пара педалей есть у инструктора. То же самое, спиритбрейкера остановили насильно. Ну, зато он подобрал баунти рун и побежал дальше. На мид-линию, судя по всему, помогать. Да, прямо на Квин оф Пейн ничего не боится. Мэнджикл здесь застанил, еще пара ударов, если башню, пока не проходит. И нужно отсюда уходить, потому что тут уже Найт Сталкер неподалеку. И, судя по всему, еще один фраг для коллектива Йеллоса Марин, который оказывается на спиритбрейкере, 3-0, и два из них это именно на Баратрубе. Ну, вот проблема в том, что агрессия это хорошо на Старке, безусловно. То есть вот эти четверочки очень многое делают для своих коров на легких линиях. Но когда ценой для этого становится буст для противника, это уже беда. Ну, возможно, старая добрая комбинация через беде стриков сейчас у нас будет производиться. Я помню, вот несколько лет назад об этом только шутили. И сейчас об этом уже серьезно начинают говорить просто. Конечно, ну смотри, бежит до конца. Ханза сейчас может быть под угрозой. Есть у нас Блейд Фьюри, конечно же, оно имеется. Но хватит ли урона? Очень плотный сейчас Дум. И пробить его не так-то и просто загомняет, правда, ловушку. И все-таки успевает развернуться, и даже фейзы не помогают. И тем проблемой уже у Бэйна его добил Кимка, потому что ночь началась. И теперь он очень быстрый, очень мобильный. Просто проблема в том, что Ким успел сделать пару фрагов еще до наступления этой первой ночи. Они убивают здесь Джаггернаута. Гонятся также за Грызком. И по-прежнему жив Дум, и его не убьют. Дум улетает на телепорте, а Грызка должны добить. Буквально два удара остается. Ким пытается его догнать, маны уже нет, но он слишком быстрый. Успевает забросить его страшный сон Бейн. Гонятся они в ответ еще и за Вич-доктором, которого пытаются там под вышкой поймать. А стрелы увернулся, но подставляется под обычную тычку скандала. Там нужно было сидеть за елками, но страшно. Ну, первый фраг уже для коллектива ДХ. Теперь не поняли, с чем столкнулись. И, возможно, начнут играть серьезно. Безусловно, но просто мне так же очень интересны коэффициенты в лайв-режиме, которые висят у нас на экране. Это, ребята, тут как бы 5-1. Сломано. Сломано, может быть, что-то, что-то работает не так. Может, я что-то не понимаю. Сломали ДХ и Йеллоу Суммарин эти коэффициенты. Просто-напросто. Понятное дело, что, скорее всего, наоборот немножко. Это настолько... Либо настолько верят в ДХ. То есть, неужели они настолько хорошо играли в открытой квалификации? Байтят? Ну, нет, они, конечно, хорошо играли. Но цифры этому не должны подтверждать. Здесь попытка выходить на скандал. Но Фэрис Файл пока что жил. Однако тычка последней от сурки завершила жизненность. Миран уже поддерживает попытку добить Дума очередная. Бежит на него Спиритбрекер. Тут-то уже Ханзу никак не спастись. Хотя до Шрайна вроде недалеко. Подожди, подожди, не спастись. Спиритбрекер просто застревает на варде. И по итогу отбрасывается Соник Вейвом. Неплохо не Соник Вейвом. Прошло вообще не шаг Вейвом. И добивают Бейна. Господи, как сейчас Йеллоу Суммарин выживает в этой игровой ситуации. Там действительно очень отличная была позиция. У Спиритбрекера занята разведывательная. Но, к сожалению, хотелось бы ему, наверное, добежать до Дума и добить. Но не получилось. И в результате Дум дошел до Шрайна. Чего я и опасался. Мне, ей-богу, сейчас игра Спиритбрекера напоминает миссии из GTA, там, не знаю, старых. Вайс Сити. Когда у тебя в машине бомба, и ты должен постоянно ехать. Как только ты остановишься, ты взорвешься. Потому что он дерется без конца. Грызок вновь врывается и пытается теперь уже убивать Вич-доктора под Маледиктом. И погибает. Просто погибает. Вновь спасли свою пятую позицию. Гонятся за Соником. Соник также отдался еще и крипам. Неплохо. Получилось ему переиграть эту позицию. Но, действительно, начало не самое лучшее. 8-1. Но это только начало. Первые 6 минут. Не помнишь, да, что до 15 фрагов ничего не решает. Тут сейчас есть проблема. Тиксы просядут в динамике роста своей экономики. Потому что у команды Yellow Submarine все отлично. Все шикарно. Они с таким исполнением действительно на 15-й минуте соберутся и пойдут просто сносить вышку за вышкой, завоевывать уже карту. То есть после этих действий у ДХ, у Джиггернаута, не останется места для фарма. И они просто начнут грызть ХГ потихоньку. Они не смогут быстро залететь. Но полномерными действиями у них нет такого пушера по зданиям. Но, скажем так, возьмут в осаду вражескую базу и не выпустят никого. Ну, возможно, и с Мором ДХ смогут как-нибудь еще победить. Отравят колодцы. Да, да, да. Слушай, вот правильно мыслишь. Возможно, ты им стратегии не писал. Я смотрю, когда ты услышал про отравленные колодцы, у тебя такая прям детская радость. Да, отравленные колодцы. Ну, конечно. Это же самая веселая часть всех стратегий. Ну что же. Сейчас у нас скандал. Продолжает фармливать мид. Мэджикал пытается здесь как-то на себя подбайтить. Найт Сталкер заходит во флант. Ну и увидели на варде разгон, стрела. Все вроде бы по таймингам. Найт Сталкеру больно, но он по-прежнему жив. И, возможно, же пытается как-то уйти. Ну, недолго. Есть у него, конечно, полет. Но последняя стрела уже залетает. И серия с трех убийств прервана. Пытался он как-то еще себя урной отхилить. Но, конечно же, этого не хватило по таймингам. Второй фраг смогли сделать ДХ. Показатель по Мнетворсам, преимущество у Елус Марин. Но самое главное, что у Некрофоса все хорошо. У него практически топовый Мнетворс. Обгоняет его только Квин оф Пейн, который при этом еще и во фрагах участвует. Да, здесь, конечно, не позавидуешь Дейксом. У них и мидер не особо хорошо себя зарекомендовал. Да и керри на линии отстаял не так, как хотелось бы. Здесь же у нас просто Соника выходит. Успеет ли добить. Есть Сюрдж. И пока что спасается. Не под косу не попадает. Разгон от Огрызка полетел. Но тут уже отпускать так просто не будут. И серия убийств для Некрофоса. Мне понравилось, как ты сказал, что у Дейкс там проблемы, что мидер не самым лучшим отстоял образом. Там Кор также не дофармил слишком много крипов к этой минуте. Спирит Брейкера мы полностью игнорируем, да, во всем этом плане. Спирит Брейкер это особая история. Талисман. Тут же у нас пытаются бить Дума. Как же много дэмэджа. Вроде бы по нему должно залетать. Но Ханса очень долго живет в ситуации, когда его бьют три героя вражеских игр. Подыграл немного нейтральный крип. Замедленный. Заостановил. Я бы даже сказал. Не совсем стал. Но при этом не стоит расслабляться ни в коем случае. Yellow Submarine. Вот этот успешный старт. Если они продолжат отдаваться по одному. Отдавать самые стрики. Шутки вновь станут правдивыми. Сняли стриг с Night Stalker не так давно. Теперь Дум погибает. Сейчас еще где-нибудь Queen of Pain подставят с 3-0-2. И после этого уже можно будет говорить о экономическом камбэке ДХ. Ну а что? 4 тысячи золота это копейки. Понятное дело, что Джаггернаут пока что не готов к дракам. В отличие, допустим, от того же Некровс. Который, в принципе, просто с ультимейта может уничтожать любого. На любом этапе. Поэтому здесь все немножко сложнее для ДХ. Потому что в лейте, безусловно, ДХ шансов намного больше. На вопрос, когда для них этот лейт наступит. Именно в плане артефактов, которые будут на руках. И наступит ли он для некоторых конкретных персонажей. Типа Спиритбрейкера. Которого не самый лучший кодра. Понятно. Поперхнулся в случайности. Совпадение. Ну что? Тут попытка опять, судя по всему, на Ханзе. Как-то посмотреть его сторону. В лесах стоят, ждут. Пытаются отводить хотя бы на нейтралов. Ну и теперь проблемы. Сразу же Дум просто полетели, не щадя никого. Не ожидая. Полетел Казков ответ. Инфернал Блэйд сверху. Пытаться добить всем, чем можно. Там уже побежали. На Вич Доктора получится ли никого не добить. Потому что стоит Хилл Вард и не позволяет так просто разобраться. Еще и Сюрдж сверху. И выживет здесь? Безусловно, выживает. Я не совсем понимаю, зачем Ханзе побежал за ним по Т1. А пока мы смотрим за этой погоней. Там повсюду происходят драки, убийства, смерти и веселье в других частях карты. Но Дум выжил. Дум выжил, молодец. Жиггернаут выжил, молодец. Там у нас разменялись перед Брэйкером на Иждокторе. Вот, все-таки нашли Ханзе. Сейчас Монза может подбежать, выдать свой мислэш. Стянули и уже дают информацию неплохую. Вот он тот самый мультимет. Две тычки еще нужно. Очень, очень, конечно, плотный. И Ханзе здесь все равно погибает. Все же есть. Теперь Ким в ответ. Погоня. Полет есть. Но догонит ли Хилл Вард и пока что живет. Теперь развернуться и бить. Дежавю какое-то у меня возникает. Только тогда это был Дум. Но хотя бы в этот раз получилось добить. Нормофеном не в последнюю очередь здесь помогает Киму совершить этот фраг. Я не совсем понял, зачем Дум-то пошел второй раз на встречу приключениям этим. Ну и понимая безвыходную ситуацию, Мирана просто посмотрела в глаза смерти. Да, совершенно грустное происходит у нас на мид-линии для Мирана. Ее там разбирают. Опять вдвоем оставили совсем бедную. Забыли. Саппорты не приходят. Нужно что-то делать. Где-то фармить. Но не получается. И, к сожалению, пока что все складывается в минус. Тут опять каски полетели. Просто... Шикарнейшая каска. Словно, да. И ставится еще и Десвар, который не сбивается полностью. Его Вич-Доктор раскастовывает. Там у Дарксира хп остается буквально 30%. Как же здесь страшно все сложилось для ДХ. Но сейчас Вич-Доктор должны вроде бы наказывать. Но подходит еще и Мэджика убивает. Дарксира пытается огрызать хоть что-то сделать. Подает баш, говорит, наконец-то прокнуло. Но отправляют Косой в таверну. К счастью для огрызка не Косой. Его отправили в таверну чуть позже ударом. И он просидит там всего лишь пару секунд. Но, тем не менее, да. Это очередной раз минус 2 для коллектива ДХ. Они продолжают отдавать свои позиции. Но пока еще Детвордс не самое страшное в минусе. Можно вернуться как-то в эту драку. Нужно немножко времени для Монзы. Ему хотя бы как-то дать позиции и выиграть. Кстати, стоит отметить, что уже Т1 вышечка упала у команды Yellow Submarine. А сами они еще не занимались вражескими строениями. Только сейчас они собираются на топе. Спиритбрекер вновь. Не дожидаясь там какой-то команды. Врезается в дума. Тут же Мальтик моментально. И пытается Джиггернаут приходит демош нанести. Но вешается в него дума. Моментально уходит по Т1. Отступаем. Кричат. Бросили дымовые гранаты. И пытаются как-то уходить в смоках от Мирана. Да, они сейчас еще разворачиваются. На фуловом, конечно, все изъяло самарин. Поэтому здесь не позволят никому убежать. Добили Бэйна. Сейчас, скорее всего, Дэвэйна-то и огрызка. Хотя не видели его. Монлайд Шидоу спасает от скандала. Но надолго ли? Да. И убежали по Т2. И кроме Некрофиса никто не стал бежать до конца. Пустили. Тем временем Мэджикл разобрался с вышкой. И потихоньку, помаленьку давят. То, о чем и говорили мы там буквально на стадии завершения драфта. Что даже если они не выигрывают драки. Даже если они не делают этих самых прагов. Они просто завоевывают карту. И эту машину остановить не в состоянии сейчас ДХ. То есть Йоу Судмарин даже по здоровью не просели. Хотя побежали уже под Т2. Ну, а никто не бил. Потому что их все отступали, грубо говоря. Там пытался Джиггнаут ворваться. Но его намерения сразу пресекли с помощью Дума. И он вынужден был отступать в тот же момент. Поэтому проблема. Проблема в позициях. Проблема взаимодействия между друг другом. Тут сейчас Бейна убьют. И сделать ничего с ним не может. Потому что решил как-то выйти в одиночку. Что ж, поплатился. И все. Это будет продолжаться вновь и вновь. То есть суппорты, они теперь только строго привязаны к своим корам. То есть ходи рядом с Джигггнаутом. Прикрывай, смотри, как он добивает крипов. Его карманы пополняются золотом. А ты ничего не добиваешься в жизни. И просто смотришь за их. Ты все еще продут? Да, да, да. Ты смотришь просто за тем, как жизнь твоего кора становится лучше. Агрызок вновь подставляется. Пытается как-то отойти. Но тут Вичдоктор говорит. Остановочка, дорогой. Маледик. Пара ударов. Каски. Агрызок жив. По-прежнему Маледик не так сильно на нем. Не так сильно до смерти. Тем временем Дарка также подцепили. Да, застанили здесь Мэджикла. Но есть возможность у Ханца просто допижать. И все-таки прыгать с Мэджикла через скрим. Еще сегодня Кубейев не пожилел. Даблкил для коллектива Йоу Сабмарин. И они совершенно спокойно сейчас еще и угрышку здесь донесут. Прекрасная сейчас, конечно же, игра. И понимание своей силы на данных таймингах. Понимая, что Джигггернаут абсолютно не в боеготовном состоянии. У него нет артефактов. У него нет демеджа. У него нет левела элементарно для того, чтобы там ультимейт выдавать на большое количество прыжков. Они просто идут и давят минимальными ресурсами. Так с линцой подходят. Там что-то драка началась. Ребят, сейчас я подойду. Ты опоздал на 30 мил. Я просто не хотел приходить. Вот то же самое у них. Примерно на плюс-минус такое и происходит. Тем не менее, в медлении опять у нас пытается скандал в одиночку что-то предпринять. Но благо у него есть руна невидимости. Он избегает каких-либо нападений. Правда, сейчас без мана ему все равно на базу. Либо на шрань придется идти. Но попытка сагрессировать на Зару. Чем же она обернется? Кстати, может положительно, потому что поддержки пока никакой нету. Ну вот сразу телепорт. Зара очень быстрый. Вот что дело для текущей ситуации. Быстро среагировал. Каски прекраснейший. Малентик. Вичдоктор. Десвар. А кто сбивать будет? Никто. Агрызок отправляется косой в таверну. Ну и, собственно, вот вся атака ДХ. При этом мне хотелось бы отметить. Я буквально до этой драки хотел сказать, что Мирана принимает интересное решение. Покупает себе Мидос. То есть будут пытаться затягивать игру. Но при этом вот такие попытки атаковать самого толстого и неубиваемого персонажа Yellow Submarine. Да, но видели, что он там в одиночку стоит. И решили попробовать хоть как-то себя вернуть в строй. Не получилось. И сейчас придется уже от хайграунда всего отыгрывать. Потому что Т2 сверху так же нет себе шанса упасть. Безусловно, то есть если сейчас подставится до Иксы, Yellow Submarine, они ждут просто вот сигнала от своего противника для того, чтобы снести не только Т2, но и Т3. Если они сейчас делают какие-то два фрага, особенно если это будут коры вне предела фражской базы, это зеленый свет просто для них. Совершенно верно. Правда, снизу пока что он пытается придумать хоть что-нибудь. Джиггернаут, он выфармливает себе попытки догнать своего... Хотя бы своего Мидера отстает на 500 золота. Ну и Ханза опять-таки самый плотный, под ледяной броней находится. И вот сейчас он все прекрасно понимает. Телепорта нет, придется сражаться. Зато у команды Yellow Submarine есть телепорт и успеет добежать. Да, Ханза отпивается, все еще живет и Горячая Земля делает свое дело. Есть Финзгрид, но слишком поздно. Сейчас будут наказаны, стенка имеется. Но какое продолжение после этого, потому что здесь уже Зара всех расстреливает. Коса пока что не выдается, живет. Есть еще у нас Гоуст Шрайд и погибает. Дарк погибает, Дейкс. Да, Дарк погибает просто потому, что он был рядом. Вот у Микрофоса заканчивается мана, это проблема. Он еще не успел себе привезти Рейдиан, соответственно, часть денег работает не на 100%. Кто приходит, Мэйджикал, богоподобие уже у него. Огрызок говорит, да свидание. Вичдоктор Каски, остановочка вновь в том же месте. В тот же час, Огрызок отправляется в таверну вслед за своей командой. Но ведь Дум сейчас, действительно, который просто выиграл 10 тысяч лет для своей команды, да, очень долго жил и дал время успеть телепортироваться и, в общем-то, сделать эти три дополнительных фрага. Мне кажется, Вичдоктор уже какой-то знакомый ДПС-ник у Спиритбрейкера. Он постоянно разбегается вот рядом с этим нижним шрайном, и поэтому Вичдоктор его останавливает. Ну да, уже немало штрафов выписал по лицу. И вторая Т2, пышка, тоже упала. 13 с лишним тысяч по золоту ведут уже Yellow Submarine на 19-ю минуту. Это сумасшедшее преимущество, потому что даже суппорты, которые вроде бы по вашей привычке должны быть хиленькими, слабенькими, имеют дополнительные ресурсы для того, чтобы вас удивить. То есть у Вичдоктора, допустим, все очень и очень хорошо по сравнению с тем же самым Спиритбрейкером. 3000, а он пятая позиция. Ну, у него на равных с Хардленером команды DX. Здесь действительно не поспоришь. И тут уже погоня за тем самым Дарксиром. Попытка мэш была ворваться, как бы она не обернулась с неудачей. Да, правда, здесь у нас есть у него ультимейт, и он мог бы как-то покричать. Тут же встречается с кем? Вот он, Соник Вейм минус Дарксир. Пытается уйти из телепорта, у него это получается. А Грызок зря, 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 зря. Да. Ну и, конечно же, его здесь не отпустят. Пытается он хоть что-то сделать, расключаться в Мэйджикала, разлютиться, но не успел замахнуться своими ручищами. Ничего не складывается в плюс для Критива DX пока, что 26.7. У нас продолжается тотальная доминация команды ЕО Сабмарин. Ну и последняя наружная вышка, после которой можно посмотреть в сторону Рошана. Ну и сейчас, опять же, мне интересно, насколько ЕО Сабмарин будут в себе уверены, и пойдут ли они уже вот поджимать хайграунд, как-то начинать бить Т3, либо же начнут гоняться за своим противником по карте. Очень часто команды отдают этому предпочтение и горят в плане своей вот макростратегии. Во всех планах горят. Порой, действительно, здесь главное не растягиваться, как-то не терять тот путь, который вы выбрали, по которому идти. Вы сейчас держите руку на пульсе всей игры, вы задаете этот ритм, сжали чуть сильнее, и все, DX не выходит с базы, больно. Да, ну, либо на горле, где уж кому удобнее. Прошли вот те самые смаки сейчас и попытка кого-то подцепить. Они ведь встретятся друг с другом, и это встреча будет для команды DX крайне неприятной. Мэджикл, есть прыжок, не стал, нет, вот, полетел, нашли Бэйна, но под Шрайном дерутся, возможно, не самая выгодная позиция. Зара говорит, просто какая невыгодная позиция, Спиритбрейкер уже покинул поле брани. Уходит на чарджи непосредственно, Зару пытались убить, но моментально отхиливается коса, джиггернаута отправили отдыхать, игры заквернулся, десвард, ну, уничтожение DX. Тут без шансов на победу, серию убийств, три человека из команды DX погибли, и никто из Йеллоу Сабмарин. Драка, напомню, была под Шрайном, видели заход DX, и у них совершен, ну, и еще и Дарксир нашли, ну, это просто провал. Ну, это действительно сейчас провал, мы ни в коем случае, там, не пытаемся выделить своих любимчиков, там, Йеллоу Сабмарин, это абсолютно не так, но объективно у DX не получается ни одной атаки за всю эту игру. Напоминаем, что это встреча в формате Б-100-3, у них есть шансы реабилитироваться на последующих картах, но нужно что-то думать с именно исполнением Орли-гейма, как вы будете останавливать вот такой прессинг. Ну, и вот попытка опять выйти, в этот раз они выбрали для себя цель по силе, это Вич-Доктор, есть стрела, стрела попадает, и Вич-Доктор отправляется в таверну. Восьмой фраг. Но когда вы снимаете с Вич-Доктора серию из трех убийств, на 20-й минуте, значит, что-то до этой 20-й минуты шло не по плану однозначно. Ну, да, есть определенные проблемы от коллектива DX, в частности того, что сейчас Мэджикл пушит Медвинью в одиночку без Айгиса, и решение, что пока что Рошан им не нужен. Ну, это как раз-таки единственная проблема Йоу Саббарин, что именно в плане уничтожения Т-3 бараков у них очень мало ресурсов, и тема же лекарно не хватает. Ну, здесь сейчас Плашина перерез уже к Миране, подбегает команда Йоу Саббарин, пока что там Ханз развлекается с Агрызком потихоньку. Ну, и Мирану нет, слушай, Мирану могут и не найти, она вроде как бы затерялась в лесах, а вот у Агрызка могут быть неприятностям. Просветочка нужна какая-то, есть просветка, Агрызок погибает, Мирана спасается, благодаря своему суппорту, но смогли ответить, скажем так, за смерть Вичдоктора. Ну да, немного отомстили, но... Ещё дают ли золото за Спиритбрекера вообще? Я как бы без обид. Ребята, это бонус просто, действительно. Но умирал очень много за Спиритбрекер, и не такое большое преимущество на данном этапе он даёт для соперников. Да, в целом, то есть для Спиритбрекера изначально по драфту здесь не так много персонажей, кого он может ворваться и убить так легко и просто. Нет какого-то аппарата, допустим, у которого ты врываешься, у него брони нет, ХП нет, ничего нет, надежды в глазах нет. Он погибает от одного твоего вида. А тут Бэйн, Некрофос, Найт Сталкер, у которых у всех броня, статы и здоровье. Мирана, кстати, от этого здоровья уже нет. Пока что жила, но почему-то поживел Суник Вэв, думал, что так пробьют, но в итоге пришлось всё равно потратить, но уже без косы. В результате... Байбэк и попытка подраться. Вполне возможно, последняя защита от ДХ, но пока пытаются зафокусить Дума. Кстати, у них это получится. Дум погибнет, полетели каски. Десвард, который вновь не сбивает. Никто, Вич Доктор, раскастовывает кучу демонов, живогрызок, отправляется в таверну, пытается убежать. Джиггернаут, минус, скор команды ДХ и продолжают давить. Байбэк, это Дарксир, говорит, побегу рядом с тобой, поддержу морально, но ничего сделать-то и не может он более. Митация пыталась заденать, но не получилось. В результате, трипл килл для Мэджикла. Ещё и вышка сейчас упадёт, тем временем, пока что разыгрались остальные, а Байбэк от Мираны особо ничего не сделала. Она сейчас может погибнуть до прошли, но поможет ли это ей? Стенка стяжки имеется, но уже слишком поздно, никакого урона не выходит и просто останавливается Дарксир. А те каски тут полетели и это ГГ. 23 минуты. 23,5 минуты. И если быть объективными, мы могли увидеть эту надпись куда раньше в целом, потому что вот слишком большой сноубол отдали ДХ своему оппоненту на ранних минутах этой игры. Да, там были определённые сложности, но мы посмотрим сейчас на статистику, которая нам-то и покажет, где были проблемы помимо спиритбрейкера. Ясности. Давайте посмотрим, вот Монзо, да, 3-4, но урона почти не нанёс. Я думаю, что мы можем графики посмотреть вот как раз-таки по динамике нетворсов и там мы увидим непосредственно что, куда и как. Нет, понимаешь, проблема в том, что они воевали все на равных...